МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Афишнс для канала Брянская губерния. О наиболее заметных культурных событиях на предстоящую неделю расскажу вам я, Оксана Измерова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На предстоящей неделе нас ожидают две премьеры. Театр драмы обратится к пьесе Александра Шаховского «Замужняя невеста». Режиссером выступает художественный руководитель театра Анатолий Слюсаренко. Он известен брянскому зрителю по спектаклю «Кириллин день». Премьера состоится 31 октября в 19 часов. А в театре юного зрителя готовится к постановке сказка «Как Настенька чуть кикиморой не стала». Работает над ней режиссер Сергей Пузырев. Премьера 2 ноября в 10 часов. 3 ноября в театре драмы будет представлена комедия «Фарс тетки» по пьесе Александра Коровкина. Режиссер, постановщик, заслуженный деятель искусств России Борис Ярыш. Забавные старушки в исполнении Людмилы Борисовой и заслуженные артистки Российской Федерации Светланы Сыряной оказываются втянутыми в круговерс событий. Слишком много людей хотят завладеть их родовым гнездом, расположенным в центре города. На сцене театра юного зрителя премьера. Спектакль-мюзикл «Каштанка» или «Забытые письма». Режиссер, постановщик, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Сергей Федоров. Автор сценария Ирина Тарусина уникальным образом объединила несколько произведений. Классический текст «Каштанки» перемежается перепиской Антона Павловича и Лидии Авиловой. Владимир Иванович, ну такое необычное сочетание, казалось бы, двух произведений, да, на сцене. Но вот вы мне сделали такое уточнение, что, оказывается, вовсе и не двух, а четырех. И вот это все вместе на сцене представлено. Это сложно? Ну, для автора, может быть, было сложно. Для нас автор рассказал и с режиссером, что бы они хотели. Мы попробовали воплотить то, что не хотели. Сценарий специально был написан и подобран, скомпонован так, чтобы это не просто была пьеса, игранная именно на сцене, а чтобы это был именно мюзикл с песнями, с танцами. И поэтому есть не очень сочетающиеся, на первый взгляд, сцены, спектакли. Но они друг за другом выходят и сходят друг из друга. Вы воплощали на сцене сразу две роли, да? Вы были и месье Жорж, и в то же время вы выступали Антоном Павловичем Чеховым. Каким образом вам удавалось вот так быстро перестроиться? Казалось бы, сцена одна, и вдруг вы в одном образе, и здесь же другой образ. Не знаю, как это делается, я честно вам говорю. Просто я очень люблю свою профессию, а сыграть вот так, тут же сразу меняясь, у меня впервые. Нет, я не знаю, трудно это, нетрудно, сложно это, несложно. Во всяком случае, это очень интересно. Это интересно, нести мысль одного человека, и тут же сразу нести мысль другого человека. И перестраиваться из одного характера, менять тут же. Ведь и Джорж, и месье Жорж, он же тоже меняется тут же, мгновенно, прямо в сцене. Он, три-четыре характера у него. То он смеется, то он плачет, то он истеричит, то он забавляется с животными и так далее. Я скажу единственное, это интересно очень работать. Когда я собиралась в тематах, мне показалось, что я вас убежу. Пожалуйста, не надо! Я прошу вас, не надо, не смейтесь сейчас. Но сегодня у нас явно, и это вас ставит. Как шла работа над постановкой? Потому что мы знаем, что к нам сюда в театр приезжал и режиссер, и автор сценария. И композитор, и композитор был, и с нами работали и балетмейстер, Саша Бабенко, хореограф, и с нами были репетиторы. Леночка с нами пела с марта месяца, Игорь Попов с нами танцевал с марта месяца. Работа сложная, кропотливая, потому что, ну вот я честно говорю, я честно признаюсь, я никогда на сцене, в спектаклях не пел вживую. Ну не пел я. И вот на 38-м году работы в данном театре вдруг я запел, и причем пою не одну арию и не одну песню. Получается три-четыре, и поэтому, ну да. Как вам в этом новом образе? Комфортно! Комфортно! Мне самому понравилось, и коллеги говорят, Иваныч, ты запел? Я говорю, да, я запел. Сцена в том успех, А вот и с ним, и с этим уже, мой сон. Завперед, в банок, извините петла, Ссоры перебрали, детская игра. Сыклют запитки за окошком снег, Пролетел, промчался этот век. Ну вообще, мюзикл впервые у нас на сцене, поэтому работать было с режиссером сложно, как с человеком и как с постановщиком, а вот со всей остальной командой было очень легко и интересно. Мы перечитывали произведения, понимали, откуда это, зачем это, почему это написано, для чего это было высказано. Та эпоха, она эпоха не только любви, разочарований. Мне кажется, что она эпоха большей и более глубокой доброты, нравственности и, удивительная вещь, при всем при этом порядочности, чего в нашей жизни сейчас маловато. Сейчас очень сложно, сейчас очень сложно ребенка-то зацепить. Потому что, к сожалению, детки сейчас у нас, они громко скажу, и дай бог, чтобы я ошибался, какая-то столь человечность пропадает, какая-то вот прячутся они за мониторы вот эти все. И пусть это и плохо, когда ребенок плачет, но мне кажется, если вдруг у ребенка пробивается какая-то слеза, значит, ребенок чувствует, и носик теплый, и это хорошо. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Спектакль «Мюзикл Каштанка» можно посмотреть в Театре юного зрителя 30, 31 октября и 1 и 3 ноября. ПЕСНЯ Мир глазами художника кино можно увидеть в музейно-выставочном центре. Своей работой представляет народный художник России Вадим Кислых. Работая долгое время художником на студии Мосфильм, он оформил большое количество картин. Среди них «Дайте жалобную книгу», «Закаты и восходы», «Рассказ неизвестного человека», «Не было печали». С 1980 года он преподает на художественном факультете в ГИКа, однако свободное время он посвящает живописи. Работы Вадима Кислых есть в собрании Брянского художественного музея, но выставка из личного архива в нашем городе впервые. В Брянской областной библиотеке открылась выставка работ Павла Капустина «Течение жизни». Человек в кадре для меня все-таки имеет значение, потому что события на фотографиях – это моменты чьей-то жизни, выхваченные в какую-то долю секунды. И самое сложное – это увидеть этот кадр, суметь запечатлеть, выстроить композицию, точку съемки выбрать. Уличная фотография – ее можно назвать самой демократичной из тех видов фотосъемки. Нужны только фотограф, камера и окружающий мир. 3 ноября концертный зал «Дружба» приглашает на программу «Ночь искусств». Для вас выступит мужской хор Брянского кафедрального собора и ансамбль народной музыки «Ватага» под руководством Александра Колесникова. В программе концерта – православное песнопение, духовная музыка русских композиторов, русские народные песни и баллады. Начало в 22 часа, вход свободный. И далее новинки кино, которыми порадуют брянские кинотеатры. Мультфильм «Смоуфуд». Молодой, находчивый Йетти сталкивается с тем, кто, по его глубокому убеждению, не существует – человеком. Как он живет в большом мире за пределами маленькой засниженной деревушки. Фантастический триллер «Репродукция». Талантливый ученый-биолог теряет в автокатастрофе всю свою семью, одержимый желанием вернуть к жизни жену и детей. Он переступает законы научной этики и самой природы. В главной ролике Анну Ривз. Военная драма несокрушима. И в основе сюжета – реальная история уникального подвига экипажа танка КВ-1. Парни, которые просто хотели жить, в решающую минуту приняли единственно верное решение. В ролях Андрея Чернышева, Сергея Горобченко и другие. Российская комедия «Только не они». Когда мир в опасности, обычно на помощь приходят супергерои. Но в этот раз вселенная ошиблась. Фильм ужасов «Кукловод». Отправившись отдыхать в уединенный домик у озера, мать и две ее дочери даже не подозревают, что попали в ловушку. Драма «Два билета домой». Круглая сирота, узнав о том, что ее отец на самом деле жив, решает его найти. Российская комедия «Вечная жизнь» Александра Христофорова представлена в кинотеатре «Люксор». Биографическая драма «Примадонна» пройдет также в кинотеатре «Люксор». Российская комедия «Супербобровы. Народные мстители» семейству придется объединиться в схватке со злодеями планетарного масштаба и из нерадивых родственников превратиться в настоящих супергероев. Китайский мультфильм «Тайна магазина игрушек» пройдет в кинотеатре «Люксор». Детективный триллер «Ничего хорошего» в отеле «Эль Рояль» 1969 год. Группа разношерстных личностей останавливается на ночь в некогда популярном отеле. Каждому из них есть что скрывать. Фантастический триллер «Веном» пройдет в кинотеатрах «Победа и салют». Российскую драму «Непрощенный» смотрите в кинотеатре «Люксор». Фильм ужасов «Хэллоуин» пройдет в кинотеатре «Победа». Фильм ужасов «Проклятие монахини» представлен в кинотеатре «Люксор». Это был обзор главных событий культурной жизни предстоящей недели. Планируйте свой досуг вместе с нами. Мы встретимся следующую пятницу в 19.30. Ну а в любое время посмотреть программу можно на нашем сайте губерния.тв. До свидания.